Всего 5 километров протяженность новой ледовой дороги от окружной столицы до 8-го причала. Сегодня ее приняла в эксплуатацию специальная межведомственная комиссия. На открытии зимника побывал Владимир Сироткин. Первые водители уже оценили новую трассу – самый сложный участок у левого берега. Там было много торосов, их пришлось срезать ковшами бульдозеров, но неровности остались. Зато примерно в 200 метрах от берега зеркальная поверхность. Но разгоняться не стоит. Минувшей ночью там появились трещины. Сейчас пошли трещины, сильные причем. Поэтому сейчас максимальную нагрузку даем 3 тонны, и все, больше никак. Может быть, через недельки, через две дадим больше, но пока не могу сказать, что будет завтра. Межведомственная комиссия проехала из Анадрии в угольные копии обратно примерно за 20 минут. Сделать это быстрее не позволяют знаки ограничения скорости на льду. Дорогу осмотрели, замечаний больших нет. В течение дня доставят вешки, в принципе, дорогу открыли, акты будут сегодня подписаны. Единственное ограничение до 3 тонн, потому что по дороге есть трещины, скорее всего, образованы из-за того, что больше груза ходили ночью. А накануне перпендикулярно трассе до 8-го причала была открыта дорога от стела Счастливого пути до поселка Шахтерский. Это федеральная дорога. Ее протяженность составляет 7 километров 800 метров. Две полосы шириной по 6 метров позволяют беспрепятственно передвигаться по льду лимана. Некоторые изменения произошли в траектории, но это обусловлено безопасностью дорожного движения, так как формирование ледового покрова происходило неравномерно. И ввиду образования торосов произошли изменения. Это все подтверждается гидрологом, и согласно его данным были внесены изменения в траекторию. Эта трасса хоть и считается федеральной, но будет больше использоваться рыбаками, чтобы добираться до мыса обсервации или толстого мыса. Тем более, что лед здесь хороший, прочный. Лед минимальный, толщина 80 сантиметров. Сами проезжали, видели структуру льда. Дорожное покрытие, хорошее дорожное покрытие. Только на тросах в районе обсервации, там кое-где есть небольшие возвышенности. Почки трещин нет. Работы по обустройству дороги вела индивидуальный предприниматель. Ее же сотрудники будут поддерживать трассу в надлежащем состоянии. Ориентировочная ледовая переправа прослужит до конца апреля. При этом возможны корректировки сроков в зависимости от ледовой обстановки. А первая 13-километровая дорога через лиман от рыббаза до поселка Шахтерский с сегодняшнего дня закрывается. Поддерживать этот зимник в рабочем состоянии, когда появился более удобный и короткий путь через Анадорский лиман, нецелесообразно. Владимир Сироткин, Арсений Гусев, Вести Чукотка.